Пол начал уходить из-под ног. Жильцы домов программы по переселению из ветхого и аварийного жилья забили тревогу. Новые квартиры не дают, а старые на глазах разрушаются. Кто поможет разобраться в этом опросе, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Всё отвалилось, потому что её перекашивает. Потому что перекашивает всю систему отопления, её разрывает. Обрушенный потолок, гниющие стены. Такой вид квартира приобрела за 12 лет. Ещё в 2005 году мама купила дочери квартиру как подарок на свадьбу. Тогда счастливые обладатели жилья ещё не подозревались, чем им придётся столкнуться. Дом номер 12 по улице Озёрная стоит в низине. И поэтому каждую весну сточные воды подмывают здание. Из этого холма под угол вся сточная вода течёт. И угол стал туда уходить. Вот там дом ушёл, и он упал. И это так же. И он стал его подмывать, 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 и он стал уходить. Туалет пока провалился. Раз, поставили новые стейки. Потом он снова упал. Потом кухня начала падать. Потом вот эти стены стали выпучивать. И всё. И они стали бояться. И ушли. Пришлось им брать ипотеку и покупать жильё. А это квартира в собственности. В 2009 году жильцы покинули квартиру. Перекрыли газ и воду. Однако люди без определённого места жительства облюбовали её. Сломали окна, зашли и стали там жить. И это ещё не всё. Управляющая компания до сих пор приносит квитанции об оплате. За что платить, жители не понимают. Вначале дом планировали расселить в 2022-2023 годах. Затем перенесли на 2030 год, несмотря на то, что такая плачевная ситуация не только в одной квартире. Практически во всех санузлах у жителей падали унитазы. Даже бетонировать приходилось. Двери ежемесячно подпиливают. Ведь иначе квартира попросту не будет закрываться. В том году бетонировал. Стенка рушится, кафель весь опадывает. И опять, видите, уходит. Сели пошли. Видите, трещины. Но я опять забетонирую, только на сколько это хватит. Как оказалось, проблемы не только в сточных водах. После капитального ремонта трубы начали пузыриться, а полы пошли горками. Газ зимой, духовку включаю, потому что холодно. Сейчас одна горелка, говорит, а зимой духовку включаю. Кремоногову когда был, когда это капремон делали. Я говорю, вы что наделали-то? По бокам подняли, середину не подняли. Он говорит, все, комиссию приняли, комиссию никто не видел. Дом неоднократно признавали аварийным и ставили в программу. Но потом по каким-то причинам вопрос снимали. Окончательное решение было принято в 2018 году. Многие жители, не дожидаясь решения, брали суды, ипотеки и погибали свои квартиры. Но не у всех была такая возможность. Единственная надежда – компенсация за ветхое жилье. На покупку квартиры бумага пришла. В марте пошел к ним. В связи с коронавирусом деньги на покупку жилья не выделяются, строительства не будет. Я говорю, и что мне делать? Сидит, плечами пожимает и все. Ну как вот что у них допросишься? Напомним, действие закона о компенсационных выплатах взамен ветхого и аварийного жилья, стартовавшего в 2019 году, было приостановлено из-за сложной экономической ситуации с 1 января 2021 года. В 2020 году в округе было расселено 170 квартир, в которых проживало почти 500 человек. Часть квартир была расселена путем предоставления компенсационных выплат. Но вернемся к проблемному дому. Мастера управляющей компании «Жилремсервис» пытались помочь жителям отремонтировать их квартиры. Но все тщетно. В 2017 году фундамент дома признан аварийным. От этого все беды. То есть проваливаются полы, канализация периодически раскоединяется. Вот выезжаем по заявкам, пытаемся людям помочь. Сам фундамент заваливается, дом, стулья все сгнили уже. Нехило управляющей компанией это все сделано. Таких зданий в поселке Искатели и в городе Наринмаре предостаточно. Например, дом номер 8А по улице Меньшикова. Из года в год топят сточные воды. Все льется в подъезд и под здание. Жители неоднократно обращались к нам в редакцию за помощью в освещении проблемы. Весной это топит, все по дому-то. У нас отодвигают все в очередь. Уже и дальше, и дальше, и дальше. Соседние дома все благоустроены, они уже под снос. А у нас единственный дом, этот не благоустроенный. Зимой дом превращается в решето. И сквозные ветра снижают температуру в помещении до минимальных значений. Зимой это вообще невозможная холода. У меня трое детей, и один ребенок из них на инвалидности. Нам вообще болеть нельзя. Мы спасаемся только обогревателями, вот этими ветродуями. И зимой живем практически только в большой комнате, потому что я там делала ремонт, перебирала полы. А так вообще зимой невозможно жить. Холодно очень. Из года в год за помощью жителей этого дома обращается к своему депутату, представляющему их интересы в окружном собрании. Поступило предложение, что необходимо повторно его обследовать. Даже невооруженным глазом видно, что сваи здесь подгнили. Дом имеет наклон. Самое ужасное, я уже говорила, это мы прекрасно видим, в каком состоянии находится, венец этого дома, да, дальше, вообще состояние этого дома. И он никогда не ремонтировался, не было ни капитального ремонта, в отличие от многих домов, которые находятся в городе Нельмаре, стоят в программе ветхое аварийное жилье. В этом случае Анна Булатова предлагает два выхода. Один из них – компенсация жителям за квартиры. Второй – покупка вторичного жилья. У нас очень много жителей, которые желают продать свое жилье, хорошее жилье, в том же Сущинском, Матросово, на улице Рыбников, дома, квартиры и дома, срок которых 5 лет, 2 года. Необходимо, раз такая ситуация, необходимо закупать, покупать, находить средства и передавать жильцам, сначала в собственность города, потом жильцам. Вот такие два выхода на сегодняшний день можно вполне рассматривать и применять. Замороженную 1 января 2021 года программу компенсации за аварийное жилье возобновили в июле. По последним поправкам к бюджету 2021 года, субвенции местным бюджетам на компенсации за аварийное жилье составили порядка 113 миллионов рублей. В настоящее время в органах власти обсуждается вопрос об увеличении финансирования программы. Депутаты окружного собрания Совета Заполярного района и поселка Искателей по итогам совместного заседания, которое состоялось буквально в конце прошлой недели, направили главе региона обращение с предложением предусмотреть дополнительно 150 миллионов рублей на компенсационные выплаты гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах. Возможно, необходимые поправки внесут в бюджет 2021 года, говорится на официальном сайте окружного собрания депутатов. Надеемся на скорейшее решение данного вопроса. А пока герои нашего сюжета, жители этих двух проблемных домов, готовятся к зиме, которая может принести им немало хлопот. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.